добрый день дорогие друзья с вами компания кровь монтаж и меня зовут мороз алексей речь пойдет в сегодняшнем репортаже о отоплении загородного дома да у меня тоже есть загородный дом он находится позади меня и так сказать стала актуальная тема то есть чем отапливать мой загородный дом вот ну как рассчитать необходимое количество мощности так сказать энергии в киловаттах на отопить мой дом и так далее и речь будет идти о кладке печи из кирпича и почему пришел я именно к этому выводах я проводил мониторинг значит чем не отапливать не более так сказать экономичные энергоемкой энергоемким способом и пришел к выводу что для меня самым правильным будет монтаж печи то есть традиционной русской печи значит ну разберемся у меня по фундаменту дом 7 на 9 значит первый этаж 60 квадратов 2 тоже 61 общая площадь 120 квадратных метров давайте разберемся какой же мощности мне нужен котел или печь так сказать для моего дома но в среднем в среднем мощность рассчитывается из одного киловатта на 10 квадратных метров это приблизительно то есть зависит еще много факторов от качества так сказать утепления дома из какого материала он сделан а дом у меня утеплен очень хорошо я этому посвятил много внимания плюс также влияет наличие наличие окон дверей там и и так далее значит ну отсюда вывод если 120 квадратных метров на площадь желая площадь то есть надо приблизительно 12 киловатт где взять начну сразу скажу что магистрального газа здесь нет нас в садовом товариществе второе электричество выделено тоже мало отопливать электричество этот не вариант даже если бы оно и было по моим подсчетам и выкладкам электричество самый последний бы способ отопления которому я обратился потому что он самый дорогой хотя я встречал в интернете значит широко рекламировались какие-то супер модные котлы там 3 киловаттные которые могут отопить дом около 100 квадратных метров какая-то там электродная электродный способ то есть там надо систему заливать щелочную жидкость и методом там короткого замыкания то есть в самом котле и отапливаться но пообщавшись со специалистами я понял что это полная чушь если дому необходимо 12 киловатт энергии значит должно быть 12 киловатт они никак не 3 ну и тоже в интернете в ютюбе полно посвящено видео значит более экономичным способом которым является так сказать на первом месте являются обычные драва на втором полеты европолеты дальше идут уголь солярка и на последнем месте электричество но так я так сказать решил построить сложить так сказать в своем доме печь и сразу скажу с которым ошибками с которыми я столкнулся первая ошибка проектируя и строя дом изначально я не задумывался что у меня будет в конечном итоге я соберусь так сказать класс печь значит очень появилось много ошибок то есть я не предусмотрел фундамент то есть первый первый совет друзья если планируют если вы планируете дровяное отопление печь планируйте изначально делайте предусматривайте фундамент сразу же значит потом сейчас у меня вскрывает повторно полы значит заливают фундамент есть определенные трудности то есть потом так как у меня уже тоже в доме имеется перегородки печь тоже надо учить лестница на второй этаж и много трудностей то есть уже у печников меньше маневров так сказать учитывая все мои пожелания требования и так далее дымоход уже может выйти на в крышу на яндовую и так далее приходится его смещать это первая трудность то есть желательно планировать это заблаговременно и еще одна трудность немаловажно при так сказать все информации что я владею так сказать что можно узнать сейчас в интернете и других источниках это люди мастера кто будет делать сразу скажу чтобы попробовать бесплатный пищи для этого весь ethic металл дальнейшем Richard я только покажу на протестанском но сейчас ты неond hetts неожиданно даже если человек так делает просто потому что у меня никто не может Некоторые печники, сделал я вывод, не могут сделать печь, отвечающую вашим пожеланиям, и они лукавят, допустим, они знают один-два проекта печи, которые могут сложить, естественно, вас подталкивают к этому варианту, не предлагая еще какие-нибудь варианты. И вот они знают одну печь, которой пользуются, налажены у них, так сказать, работы, и вам предлагают. Значит, с одним пришлось, так сказать, расстаться на старте, второй печник пожилой, там, я, 76 лет, дедушка, говорит, столько печей положил и так далее, тоже начал говорить, печь у меня, получается, в районе перегородки, фундаментом. И когда он мне сказал, что часть печи, он облокотит на фундамент мой, а часть надо доливать, я тоже насторожился, потому что информацию читал в Ютьюбе, что фундамент для печи должен быть отдельно, никак не соприкасаясь с основным фундаментом дома. Но когда человек говорит, что это будет нормально, тоже пришлось с ним распрощаться и так далее. И, наконец, я нашел людей, которые будут мне делать более адекватные люди, которые предложили мне приемлемые варианты для отопления моего дома печи. Значит, и рассказали полностью, то есть, как это будет делаться, и предоставили гарантию и так далее. Я вас обязательно с ними познакомлю, вот, дабы, может, кому-то облегчить свое, свои, так сказать, поиски в исполнении, то есть, поиски мастеров. Первая часть, это вводная, я вам рассказал, о каких проблемах я столкнулся, значит, и так далее. В следующей части я вас познакомлю с мастерами, которые являются потомственными печниками, в третьем колене, как они говорят, вот, и будем непосредственно пошагово, я вам буду показывать от фундамента, как печники делают, расскажем о проекте нашей печи, который будут делать. Может быть, кому-то это пригодится, кто-то захочет именно сделать такую печь. Ну, на этом я хочу закончить наш репортаж. В следующей встрече ждите, я вас познакомлю с печниками. До новых встреч. Меня зовут Мороз Алексей. Радо Василий. Радо Василий. С вами был Крупп Монтаж. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.